В воскресенье, последний день универсиады, разыгрывался один комплект медалей. Российские ватерполисты уступили в матче за бронзовые награды венгерским спортсменам. В финале команда Италии победила сборную США. Больше всего медалей завоевали российские пловцы, которые принесли в общую копилку 18 медалей, по 6 золотых, серебряных и бронзовых. Еще 13 наград, 1 золотая, по 6 серебряных и бронзовых, россияне завоевали в спортивной гимнастике. 8 медалей, 7 золотых, 1 бронзовая, завоевали представительницы художественной гимнастики. В дзюдо российские спортсмены выиграли 10 медалей, 3 минус 2 минус 5. Еще по 6 наград принесли в копилку российские прыгуны в воду, 2 серебряные и 4 бронзовые, и фехтовальщики, 1 золотая и бронзовая, 4 серебряные медали. В стрельбе из лука россияне завоевали 4 медали, 2 золотые и 2 серебряные. В пулевой и стендовой стрельбе россияне завоевали 2 бронзовые награды. В теннисе в активе российской команды, 4 награды, 1 минус 1 минус 2, также 4 бронзовые медали российские спортсмены выиграли в настольном теннисе, а российские тхеквондисты добавили еще одну серебряную и бронзовую медали. По одной медали выиграли волейболистки и волейболисты, золотой и бронза, футболистки, ватерполистки и регбистки, все команды, бронза. Российские баскетболисты заняли 13 место, а баскетболистки, 5-е. Футболисты, ватерполисты и регбисты заняли 4 место. В соревнованиях по легкой атлетике сборная России не была представлена. По количеству медалей сборная России разделила первое место с командой Японии, которая завоевала 33 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей, победив в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Китая, 22-13-8. Церемония закрытия Всемирной Летней Универсиады пройдет в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова